Это программа «День с толком» в студии Анастасия Дороган и в ближайшие полчаса о главных событиях недели. Губернатор Алтайского края Виктор Таоменко на этой неделе подписал соглашение о сотрудничестве с главой администрации славяно-сербского района ЛНР Сергеем Крамаренко. Документ подразумевает нашу помощь в восстановлении инфраструктуры муниципалитета. Добавим, что это не первый визит представителей Алтайского края на Донбасс. Двумя неделями ранее там побывала первая делегация, чтобы наметить первые объекты для работы. Самые коллеги уже в ближайшие дни здесь появятся, и наша служба заказчиков для того, чтобы оцениться с подходами, с объемами, с темпом. Работу надо сделать, постараться в сезон, до насмотрения, скажем так, холодов. Но в любом случае разговор идет о широкомасштабной такой вот работе. Что известно о славяно-сербском районе? Он также специализируется на аграрной политике. В нем проживает около 50 тысяч человек. Для них наши специалисты будут помогать восстанавливать системы отопления, водоотведения, канализации и социальные объекты. Так что в первую очередь в ЛНР ждут российских строителей и дорожников. Об их количестве и сроках командировки пока говорить рано. Вообще это дело новое. Я вот даже на памяти не скажу, чтобы вот таким образом когда-то мы это делали. Поэтому все будет зависеть вот сейчас именно от первого этапа, от того, что там происходит, что там надо делать. Потому что сейчас никто не скажет ни количества специалистов, ни количества материалов. Опять же, будем ли мы везти отсюда или брать где-то в Центральной России что-то делать, тоже пока никто не может сказать. Поэтому сейчас вот от того, как отработают специалисты, вот все это будет зависеть. Явно там в течение месяца мы только увидим уже как бы проработанную какую-то дорожную карту по алгоритмам действий. Самое все-таки большое глобальное – это восстанавливать разрушенные города. Да. Вот там надо будет действительно всем миром собираться, помогать, решать. А пока вот такие небольшие районы, как бы по силам действительно там каждому отдельному региону. Там действительно живет братский народ, там действительно живут наши. И вот русские всегда славились тем, что они с открытой душой и помогают всем своим близким. И в данном случае это прям то, что присуще всегда было России и русским. Алтайские парламентарии проголосовали за распуск Совета депутатов Хабарского района. Подобное в истории региона происходит впервые. Поводом стало сразу несколько нарушений в работе властей, выявленных прокуратурой. Сами краевые законотворцы считают эту ситуацию позором. Несмотря на установленный порядок, глава района получал годовые премии. Кроме того, Совет так и не привел в соответствие законодательству устав района, сообщает информационный портал «Толк». В связи с резонансной ситуацией депутата КЗС Сергей Писарев даже предложил отозвать из командировки в Луганскую республику главу Департамента внутренней политики Юрия Проскурина, чтобы тот лично решал проблему. На сегодня в муниципалитете работают назначенные властями исполняющие обязанности главы. Таким образом, без власти район останется до сентября. Представительный орган принял все необходимые решения, скорректировал устав, принял исполняющие обязанности главы, уже назначил. Поэтому муниципалитет будет функционировать и работать под руководством исполняющего обязанности главы муниципального образования. А еще на последней перед каникулами сессии Краевого Заксобрания алтайские депутаты поддержали инициативу об усыплении наиболее агрессивных бродячих собак. Прежде чем обсудить ее на сессии, в соцсетях провели опрос, и 87% жителей края идею поддержали. Почему депутаты уверены, что только путем усыплению агрессивных животных можно решить проблему численности бродячих собак, а те, кто ежедневно работают с животными, считают верными совсем другой путь, в специальном репортаже Татьяны Голубевой. Я вот иду с электрошокером. Почему? Если честно, потому что собак очень много, и что у собак на уме, конечно, у бродячих, это никому неизвестно. Я боюсь. Был случай, что как бы не покусала ребенка, но она напугала его до смерти. Он приехал домой, его вот так все вот трясет. Именно из-за участившихся случаев нападения собак на людей депутаты решили вынести на обсуждение инициативу об эвтаназе особо агрессивных животных. Правда, сначала изучили всю законную существующую практику. Получается, главный метод – это отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в ту сферу обитания, откуда мы ее изъяли. Результата положительного не дал. Почему? Поголовье, к сожалению, ведь стерилизация предусматривает, так сказать, снижение поголовья, к сожалению, значит, поголовье не уменьшается. Барнаул – поселок Восточный. Бродячих собак за последние три года прибавилось. Местная зоозащитница говорит, люди не выдержали и недавно застрелили сучку, которая постоянно приносила новое потомство. Инцидентом занимается полиция. Щенки последнего помета остались, пока их выхаживают сами жители, но предыдущий помет гуляет по поселку. Эта проблема у нас давно существует. Основная масса рождается на улице, поэтому неэффективность средств отлова сейчас проявляется как раз огромным количеством бездомных животных на улице. Нужен профессиональный отлов, настоящие ловцы, средства современные отлова. Руководитель приюта для животных «Ласка» именно туда привозит большую часть уличных собак, признает, бродячих животных меньше не стало. А все потому, что существующий ныне закон не работает, причем во многих российских регионах. Точно так же, как у нас в крае. У нас большинство муниципалитетов не могут найти подрядчика на эти работы. Соответственно, они вообще никого не ловят, не стерилизуют, не отпускают. И после этого они заявляют, вот, закон не работает, на улице бездомные собаки, их становится больше. Мы провели конкурс, уже второй в этом году. Никто у нас на конкурсные процедуры не вышел. И тем самым мы вопросы не решили с одной бродячей собакой. Она у нас покусала в апреле двух девочек. Те регионы, где работала эта система, дают очень позитивные результаты. Взять тот же самый образцово-показательный Нижний Новгород. Они в разы, в десять раз сократили количество бездомных животных. Но опять же, эта работа должна вестись параллельно. Речь о работе с населением. Ведь именно люди заводят животных, а потом выбрасывают на улицу их или щенков, которых не желают оставлять себе. Так поступают не только с собаками. Я сама лично видела, открывается окно машины, вот так кошек вываливаются, ну и просто они побежали. Никаких ни штрафов, ничего. Люди просто до последнего тянут, они не хотят просто, оставляют до последнего, а потом выбрасывают. Я не знаю, что тут нужно сделать. Со школьной скамьи нужно приучать детей к ответственности за того, кого ты приручил. Специалисты практически в один голос говорят, нужно регистрировать всех домашних животных, чтобы у хозяев не было возможности выбросить собаку, которая стала ненужной. А еще наказывать кормилиц бездомных животных, ведь именно они провоцируют рост популяции. Эти кормилицы, которые собак кормят, они должны кормить обоснованно. То есть, если собаки стерилизованы, если их не увеличивается количество, не приходят, кормите ради бога, хоть вот до бочкообразного состояния кормите. Но если это дикие собаки, которые будут потом рожать щеница, запретить кормить, запретить категорически прямо по закону, чтобы наказывали их. Пока же наказывать и даже усыплять решили собак. Еще раз уточним, особо агрессивных. К слову, агрессию, по словам депутатов, будет проверять специальная группа, состоящая из ветеринара, зоопсихолога и кинолога. Но как определить, насколько собака агрессивна, вот в чем вопрос. Что значит немотивированная агрессия, какими тестами ее определять? То есть, понимаете, вот это английский тест, где там надо собаке руку на резинке сувать. Ну, собака, простите, она не дура, она понимает, что эта рука-то не человека, а рука резиновая. Ну, то есть, все это до того, ну, как бы не проработано. Поэтому даже сами депутаты говорят о том, что фактически будут признаны агрессивными все поголовные, мы просто всех поусыпляем, дайте лишь нам лазейку. Кстати, еще до рассмотрения инициативы ВКЗС глава алтайских муниципалитетов ее поддержали. Впрочем, приюты, по мнению некоторых, гораздо более гуманная и правильная история. Но... Приют сейчас создать с нуля, это по нашим подсчетам стоит порядка 25-30 миллионов, это минимум. И поэтому ни у одного муниципалитета таких финансовых резервов, я так думаю, не найдется. К слову, средства на эвтаназию агрессивных собак планируют выделять из бюджета края. Кстати, уже 8 регионов страны вышли на федеральный уровень с такими же инициативами. Первыми были представители Забайкалья, где собаки загрызли 7-летнюю девочку. И депутаты Архангельской области, где ситуация столь же сложная. После одобрения инициативы алтайскими депутатами ее отправят на федеральный уровень. И, возможно, к сентябрю будут приняты поправки в существующий закон об ответственном обращении с животными. Добавим, что в марте прошлого года аналогичный проект, внесенный в Госдуму, отозвали спустя сутки. Татьяна Голубева, Александр Антропов, Вадим Быстревский. День с толком. Мы поговорили с профессиональным кинологом о том, как выявить агрессию собак и тем более особую агрессивность. И как еще можно снизить популяцию бродячих собак. Агрессивность вообще такое качество, которое должно быть у любого живого существа. Иначе вид просто не выживает. Агрессия – это способ защиты, это способ выживания, способ установить иерархию в стае, например. Если не будет агрессии, то будет амеба, которая не является высшим существом, как собака. То есть агрессия должна быть. Если мы будем просто, как агрессию, любые проявления лая, рычания воспринимать, то мы убьем всех животных. Просто всех. Всех живых существ мы должны убить, потому что у всех у них есть агрессия, она должна быть. Агрессия, например, какая? Мы собаку зажали в углу, мы ее ловим. Естественно, животное убежать уже не может, оно будет агрессировать, оно будет пытаться вырваться из этого кольца. Или, например, мы провоцируем собаку на какие-то проявления. Допустим, как может быть? Человеку не нравится, что у него на улице живет какая-то собачка. Он подошел, кинул в нее камнем, ударил ее палкой. Собака на него, естественно, залаяла, начала проявлять агрессию, как считают некоторые люди. И на основании этого ее усыплять? Это уже будет перекос. Так мы можем убивать любого животного. Получается, что агрессивность, ее вообще невозможно определить у собаки. Конечно. Агрессию проявляет любое живое существо, когда оно указывается в ненормальных условиях. И мы эти ненормальные условия искусственным образом создаем, делаем вывод, что собака агрессивна, и убиваем ее на этом основании. Это будет неправильно, это будут перекосы. Я говорю, мы будем убивать всех подряд животных. Потому что я работала ловцом в приюте Ласка, я знаю, что любая самая смирная, самая покорная, самая не кусающаяся, любящая детей собака, когда ты ее ловишь в петлю и тащишь в клетку, она будет агрессировать. Потому что ей страшно, она не хочет умирать. Это элементарная защита от смерти, от опасности. Это должно быть, это не агрессия. Агрессия, я понимаю, это когда собака в спокойной, естественной обстановке. Никто ее не провоцирует, никто на нее не бросается с палками, с камнями. Никто не хватает ее щенков, никто не отбирает у нее еду. И она вдруг ни с того ни с сего начинает бросаться и кусать людей. Вот это будет агрессия. Но таких собак я вот лично не встречала. Таких собак просто нет. Поэтому законопроект, я не знаю, для чего он создается. Для каких таких собак? Таких собак, кстати, вот Софья из Ласки сказала, что такие собаки в большей степени у хозяев как раз. Да, хозяйская собака, она специально для того, и хозяевами держится, для того, чтобы она проявляла агрессию по отношению к чужим, охраняла свою территорию. Им не нужна собака, которая любого впустит в дом. Это хозяйские собаки. Они прокапывают дыры под заборами, они снимают ошейники, уходят. Они перепрыгивают через заборы и могут бегать по улицам. Таких собак следует ловить и наказывать владельцев, а не убивать собак. Ему нужна такая собака. То есть, получается, вот эта вся компания из ветеринара, психолога и кинолога, это такая абсолютно очень странная компания, которая не может определить агрессивность. Не может определить. Агрессивность будет в любом случае. Потому что ловить любое живое существо, оно, естественно, будет проявлять агрессию. Это однозначно. Так же вот на человеческое общество переложите. Вот сейчас идем, и кто-то к нам подходит, начинает нам скручивать руки, вырывать у нас сумочку. Что мы будем делать? Агрессировать. Потому что нам защищать свою жизнь, свое имущество надо. Но животное такое же, как и мы. Оно также точно реагирует на вот эти ненормальные условия. И когда мы ненормальные условия создаем животному, оно, естественно, будет агрессией. Но это не та агрессия, за которую животное надо убивать. И вообще слово «эвтаназия», я считаю, вот в этом случае, оно неприменимо. Агрессия – это избавление человека от страданий, от болезней, от невыносимых страданий. А собаки не страдают, они живут, им нравится такая жизнь. Они тоже свои семьи создают, у них свое сообщество. Почему-то некоторые считают, что собака бездушная. Они так же точно, как мы, страдают. Они так же оплакивают своих близких, погибших. Ничуть не меньше нас. Некоторые объявляют о том, что бродячих собак надо убивать, и их станет меньше. Во-первых, меньше их не станет. В любом виде животных кормовая база имеет значение, на количество популяции влияет. То есть, если есть кормовая база, есть необходимая популяция. Если мы убьем, вот я не говорю «эвтаназия», я говорю именно «убивать». Это потому, что именно так будет. Если мы убьем собак, которые живут на этой территории, питаются вот с этой мусорной свалки, в течение двух недель там появится новая, такая же, в таком же количестве стая, пришедшая с другой территории, и будет опять осваивать вот эту кормовую базу. Поэтому пока у нас есть помойки, пока у нас есть несанкционированные свалки, пока у нас есть кормилицы, которые не понимают, что делают, у нас будут бродячие собаки. И мы с этим ничего не сделаем. Мы убьем одних животных, другие будут больше потомства приносить. Допустим, если корм только на пять собак, например, достаточно, они вполне живут на этом количестве корма, то никакая новая собака там не поселится, они ее просто не пустят на эту территорию. И когда придет время щениться, эта сука, во-первых, она щенков принесет раз в год, потому что при скудном питании два раза в год она не будет щениться. И во-вторых, она принесет два-три щенка. При избытке корма, когда кормилицы ведрами вываливают мясо этим собакам, она принесет 12 щенков. Естественно, популяция этих собак увеличится, естественно, ей придется еще больше корма приносить, популяция еще больше разрастется. Поэтому кормилицы вот такие безумные, они несут вред этим же собакам. Вот жили бы эти пять собак, они бы никого не раздражали. Когда их 12, они уже раздражают людей, и им подбрасывают отраву. Вот и все. Чем кончается такая доброта. Собаки, раньше их даже было меньше, потому что люди не проявляли свою добренькость вот таким образом. Я не скажу даже доброта, потому что это не доброта. Это во вред. Людям не принято было кормить бродячих собак. А сейчас принято. Сейчас возле каждого подвального окошка стоит мисочка для кормления кошек. Это привлекает бродячих собак. Они убивают этих кошек. Кормилицы кошек возмущаются. Ах, тут такие агрессивные собаки, а если дети? Да при чем здесь дети? Вы оставили еду. Собака пришла эту еду съесть, естественно, там пищевой конкурент кошка. Она убила кошку. Это нормальный, естественный процесс в природе. Мы же понимаем, что это биологические существа. Они не как люди. Им не жалко эту кошку. Они убивают пищевого конкурента, чтобы себе досталось больше пищи. Вдобавок, вот эти кормилицы, которые собак кормят, они должны кормить обоснованно. То есть, если собаки стерилизованы, если их не увеличивается количество, не приходят, кормите ради бога, хоть вот до бочкообразного состояния кормите. Но если это дикие собаки, которые будут потом рожать щеница, запретить кормить, запретить категорически прямо по закону, чтобы наказывали их. Не ушли и уходить не собираются. Золотодобывающее предприятие, которое перерыло реку в Солонешинском районе и провело рекультивацию далеко не на всей необходимой территории, может вновь приступить к своему промыслу, уже на другом участке. Жители и представители охотхозяйства против такого соседства, а общественники и вовсе считают такую деятельность противозаконной. В Алтайском крае нет районных плотностей животных, как именно в Солонешинском районе. Не земля, а звериный рай, где животные вольно ходят по дороге. Копытные и хвостаты будут первыми, чья жизнь изменится с приходом золотодобытчиков. Вернее, они уже здесь. Техника золотодобывающей компании на готове с прошлого года. Домики для жилья рабочих, наверное, да? Ну. Там никто не живет? Нет. Промысловики появились в Солонешинском в 2018-м. Пока они перерывали реку у села Топольное, экологи и местные жители возмущались уроном для природы, ведь на этой земле растут краснокнижные растения. Уже в суде промысловики сначала отрицали редкие травы, затем обещали их изъять и сохранить. Суд в итоге приостановил работу золотодобытчиков. Но они пошли дальше. Учредили новое юридическое лицо. И от этого нового юридического лица обратились в СИБНЕДРА, в Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу, с просьбой переоформить прошлую лицензию на новое юридическое лицо. Таким образом появилась новая лицензия, но в тех же самых границах, на те же самые участки, ну, естественно, с тем же целевым назначением, с теми же видами работ. Поэтому мы считаем, что это незаконно. Лицензия на добычу выдана до 2028 года. Речь идет о довольно большой территории – россып реки Щепета и реки Солонешная. Фирме осталось получить разрешение краевого Минприроды. Компания подала заявку на два участка. Правда, их точное расположение неизвестно. По одному комиссия дала отрицательное заключение, второй рассматривают. По мнению местных жителей, один из участков прямо рядом с техникой. Люди, выражая свое мнение в бланках, из 110 мнений допускают золотодобычу один. Вся природа, и все цветы, и все водоемы, они же все портят. Надо поднимать экономику страны. А, то есть вы за? Обязательно. Этим, я думаю, не поднять экономику края. Поля засеивались, что вот это вот, скот держали. А золотом это навряд ли. Только больше урона принесем. Предполагаемый участок добычи в пойме реки. А здесь, по наблюдению Александра Тюнина, пролегают звериные тропы. К водопоюли, Солончакам, или через реку на другой холм, где по весне зреет первая травка. Золотодобычики уничтожат эти места, нарушат покой, и звери мигрируют. Следом пострадают села ниже по течению. Медведевка, это Первомайка, это Лютаево, куда эта река продолжает свой путь. Потому что при добыче все химикаты будут течь дальше в деревне. Там люди держат скот, там люди, не имеющие стиральных машин, которые стирают свои вещи в реке, они не смогут этого делать, потому что будет постоянно грязная река. Местный бюджет пополнения от промысловиков практически не ощущает. В 2021 годовое поступление нам оценили в 11 тысяч рублей. Сотрудники администрации в неофициальном становке поделились, что плюсы не найдут даже те, кто захочет там трудоустроиться. Но даже после ухода промысловиков, судя по опыту района, не легче. Под селом Топольная компания должна была провести рекультивацию, вернуть на место земельный покров, посадить деревья. Справедливости ради, на участке в 100 на 100 метров они это тогда сделали. Лицензия у нас, все, мы имеем право полно. Суд там из-за рекультивации что-то там не то было, нам запретил. Но мы сейчас рекультивацию делаем, завтра я тоже туда погоню технику, там немного надо будет доделать еще. Что можно сказать? Трава и сорняки растут, растут или пытаются выжить сосенки, которые здесь высадило золотодобывающее предприятие. Маленькие деревца вокруг, например, вот. Только мне кажется, что ему здесь не очень комфортно. Прогнозные ресурсы были 57 килограмм золота. Сейчас звучит такая информация о том, что по результатам доразведки этого месторождения прогнозные запасы выросли, ну, может быть, в полтора, может быть, в два раза. Но это не то, что не покрывает того ущерба, который наносится государству, окружающей среде, экологическому благополучию населения. Он просто даже близко не стоит по размеру с этим ущербом. А пока Минприрода проводит экспертизу второго участка, представители ОНФ обратились в прокуратуру, чтобы проверить исполнение судебного решения со стороны золотодобытчиков и СИБНЕДР. Если проверка правоохранителей ни к чему не приведет, общественники вновь готовы идти в суд. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком. Приемная кампания стартовала. Университеты ждут выпускников, но те пока не торопятся. Еще не все абитуриенты узнали результаты ЕГЭ, поэтому документы приносят иностранцы, барнаульцы 40+, и молодые мамы. Подробности далее. Химфак Павел окончил 15 лет назад, но сегодня вновь решил стать студентом. С документами Варфоломеев пришел в АГУ на магистратуру. Выбрал специализацию химических технологий. Сейчас ситуация такая в стране, что за химией будущее, в общем-то, надо развиваться, расти дальше, получать дополнительное образование. Химическое производство растет и требуются специалисты. Я хочу быть на этой волне. В 2007 году Варфоломеев окончил специалитет химфака. Потому 40-летний папа рассчитывает на бюджетное место в магистратуре. Всего их 15. Молодые бакалавры задают конкуренцию. К нам уже более 300 документов, заявлений поступило. В том числе от зарубежных абитуриентов, от выпускников прошлых лет. От зарубежных это какие? Ну, на данный момент это страны Центральной Азии, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан. Кстати, магистрантов ждут охотнее. Особенно IT-специалистов, историков и, например, генетиков. Указом президента месяц назад дополнительно выделили 30 тысяч бюджетных мест. Страна находится в состоянии проведения вот этой специальной военной операции, которая очень важна для страны. Соответственно, очень важны сейчас инженерные кадры, потому что против страны различного рода санкции применяются. И собственные инженеры, собственное производство очень важно. В Техническом университете бюджетных мест больше всего на строительном факультете. В опорном вузе это Институт биологии и биотехнологии, а в педагогическом – Институт психологии и педагогики. Кстати, по поручению Путина дополнительные места в магистратуру получили все. АГУ и АЛТГУ больше сотни, ПЕД всего 25. Среди абитуриентов педагогического университета есть и десятиклассники. Кто-то узнает о направлениях и вступительных экзаменах. Некоторые решают, стоит ли идти в одиннадцатый класс. Мы просчитываем все варианты, чтобы было 100%, чтобы мы поступили. Вот так же. ЕГЭ – это дополнительный стресс. Сегодня только пришли результаты по обществу. А вы знаете, что в вузах существуют минимальные пороги. И у нас сегодня достаточное количество звонков, что пока не знаем, как эту информацию проанализировать. Дети не набрали минимальный порог по обществу. Такие результаты не дают поступить даже платно. Потому члены приемной компании предлагают другие факультеты и даже профессию. Исключений здесь быть не может. Ведь документы подают не только школьники. В списке на зачисления – выпускники колледжей, взрослые люди и молодые мамы. Анастасия Набурщикова, Алексей Фризин. День с толком. Кстати, стоимость обучения в этом году выросла. Правда, для студентов и сразу на 4%. Будущие студенты оплатят в первый год учебы по цене прошлого. 97 тысяч рублей – стартовая цена высшего образования в регионе. Потолок в каждом вузе разный. В АГУ – 190 тысяч. Такова цена за музыкальное и дизайнерские направления. В педагогическом – это физкультура – 143 тысячи. Свыше 200 на дизайне в техническом вузе. Дороже только стоматология в меде – 257 тысяч рублей. Интересны и соотношения количества студентов на бюджетной и платной основе. Меньше всего за учебу платят в педагогическом – четверть учащихся. В Институте культуры и техническом университете – около трети. А в АГУ – половина. Наступает время новой искренности. В этом уверен поэт из Санкт-Петербурга Герман Титов, который принимает участие в фестивале Роберта Рождественского на Алтае. На это мероприятие к нам по традиции приезжают писатели, поэты, публицисты. Они встречаются с начинающими авторами и читателями, обсуждать тренды, рассуждать о новых смыслах. Влияют ли внешние события на темы творцов и может ли автор не высказываться? Мы поговорили с поэтом Германом Титовым. Мне кажется, наступает время какой-то новой искренности, когда прежние рамки, прежние связи, прежнее литературное кумовство, которое в столице особенно заметно, отступает на задний план. И в какой-то степени эта система рассыпалась за последние месяцы. И авторы, которые достойны того, чтобы люди их читали и слышали, они стали более доступны, более услышаны людьми. И мне кажется, что это может помочь людям пережить это время. Есть же какие-то ценности искусства, которые не зависят от конъюнктуры, собственно говоря, хоть в узком, хоть в широком понимании. И если писатель, если литератор прислушивается к этому камертону, условно говоря, то, я думаю, успех высказывания будет достаточно полным. Мне кажется, сама-то ситуация, она началась, ну, это везде говорят, но вот, все-таки она началась где-то лет восемь назад. И тогда я достаточно прямо об этом высказывался, издал несколько сборников, так или иначе затрагивающих эти темы. Сейчас, мне кажется, если бы я продолжал об этом же говорить, я бы как-то повторялся. Ну, мне кажется, есть много других тем, которые напрямую, кстати, говорят людям о том, что они хотят услышать сейчас. И не потому, что они хотят услышать, а потому, что есть какая-то связь между тем, кто говорит и кто слушает. Это вот как бы штамп практически, что там трещина мира прошла через сердце поэта. Ну, вот, поэт только так и живет. Если он, если трещина мира, мир, ну, буквально разваливается, да, вот, если трещина мира не прошла через его сердце, ну, как он поэт вообще. В Петербурге огромное количество поэтов, конечно, они, все они, даже, собственно, заслуживают вот прям уж такого слова. Но вместе с тем принято как бы клиповое мышление как-то порицать. И я не вижу в этом ничего плохого. Например, ну, уже, кстати, давно распространен совершенно народный жанр. Пирожки, например, да, или еще какие-то вещи. Вот, да, длинное высказывание мало воспринимается сейчас. Ну, так, в общем, лаконизм высказывания – это одна из ценностей поэзии. Если, как бы, отбросить всю шелуху, наросту, так сказать, вот, то поэзия говорит о жизни и смерти. Ну, вот, именно это время, эта эпоха как раз возвращает поэзию к ее источнику, к жизни и к смерти. На самом деле, не такое большое расстояние от Гомера до того же Бродского. Ну, вот, каждая эпоха, конечно, накладывает определенные приметы, так сказать. Ну, это в основном внешние приметы, а в глубине, ну, как бы, они все не так далеки друг от друга. Когда я выкладывал еще стихи на стихи.ру, там, рубрика такая, философская лирика. Ну, как ни пошло это звучит, но, в принципе, наверное, это, кстати, более-менее верно. Я хотел бы почитать стихи, еще не изданные, из будущего сборника и из ранее изданных некоторые, потому что Борт Рождественский действительно очень интересная, неоднозначная и трагическая фигура. Человек, который в молодости был неспровергателем и продолжателем Маяковского, затем сам стал на долгие годы официозом, ну, практически, да. И в конце, когда, опять же, штамп его мир рухнул, да, он нашел такие глубокие, очень серьезные, трагические ноты, которые, ну, мало таких нот вообще в русской поэзии, и поднялся на ту высоту, которую, может, раньше вообще не достигал. Вот, это очень интересная судьба, очень интересная личность поэта, ну, и вообще это большой поэт, что уж говорить. Мне, ну, вот, средний глянцевый период, как бы, не очень нравится всегда. Мне нравятся ранние, вот эти, дерзкие опыты какие-то, либо поздние какие-то прозрения, когда у человека внезапно может быть отобрано все, и он опять встречается, остается наедине с судьбой. Молодежь не всегда, как мне кажется, достаточно информирована, особенно о каких-то культурных событиях, которые, ну, вообще современное общество настолько фрагментированное, и у нас, и, собственно говоря, на Западе, везде. Какие-то группы, оторванные друг от друга, культурные, музыкальные, творческие, они внутри себя общаются, внутри себя провозглашают гениев, там, какие-то таланты и так далее, а за пределами этого круга их никто не знает. Ну, это тоже пример, наверное, клипового мышления в рамках, там, сказать, вообще, всей творческой среды. И это помогает эти рамки преодолевать, раздвигать, и информация – это очень важно. Самый длинный день в году был на этой неделе. Вокруг этих суток давно строится много поверий, астрологи считают их очень знаковыми и определяющими. А в Барнауле в этот день впервые провели необычный психологический проект с полным погружением в переживания. Направлен он на женщин. Анастасия Наборщикова расскажет и покажет, как проходят занятия, и объяснит, почему ни одна из участниц не смогла с ней поговорить после этого. Мама плакать не должна, терпеть тоже. Проблема этих девушек однолика. Они ничего не сказали, когда их предали, промолчали, когда их обманули. Не опустив головы, они окутывали детей любовью и продолжали жить. Но сегодня они пришли сюда выпустить пар. Новый для барнаульцев формат женской перезагрузки. Я устала! Не все женщины с нашим менталитетом готовы идти к психологу. Не каждая пойдет и расскажет, у меня проблема. Меня бьет муж. Меня бьет муж. Я не справляюсь со своими детьми. Я устала. Хотя это естественная реакция организма быть уставшей и задолбавшейся. Поэтому берем в руки яйца. Поэтому берем в руки яйца, да. Боль и обиду разбить. Вот так заложить в яйцо и отпустить. В эту минуту, как и всю следующую неделю, психолог сопровождает девушек. Ведь парикмахер, тату-мастер и продавец могут и должны улыбаться. Мы сейчас планируем создавать социальные проекты для жительниц Барнаула и работниц поликлиник, больниц, детских садов, школ. Потому что мы сами с Наташей работали в государственных образовательных учреждениях. И мы знаем, да, с какими нагрузками сталкиваются там женщины. Пара часов эмоционального опустошения. Домой девушки вернутся умиротворенными. А пока они не могут вымолвить и слово. Нужно еще время, чтобы вдохнуть пол на грудью и не совершить ошибок. Кто-то мог бы развестись. Кто-то мог бы уйти в запой. Да, такое тоже бывает. Потому что алкоголем или какими-то другими запрещенными веществами тоже снимают стресс. Вот этот, да, который у нас есть. Чтобы не причинить себе вред, девушек приглашают на перезагрузку. Спокойно мама, счастлива семья. Хоть и сегодня нужно быть сильной и выпускать пар стоит экологично. В первую очередь для себя. Анастасия Наборщикова, Алексей Фризин. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok.